Ушла в магазин, вернулась, а лестницы-то уже нет. Валентина Лаврентьевна живет в Новоалтайске. Больше 10 лет лестница, примыкающая к магазину, связывала жителей 8-го микрорайона с внешним миром. Вела в магазины, банк, детский сад, школу, секции. Теперь только в обход, чему 83-летняя женщина не особо рада. Каждый лишний метр это вообще-то тяжело дается. Идешь вот так, не знаешь, куда ступить, чтобы, господи, под машину не попасть. Если обходить здесь, или нам круголя надо делать, или здесь. А здесь безопасного пути больше нет, как идти только возле дороги. А гололед сейчас начнется. Сейчас не пройдешь, а что дальше будет? В обход эта дорога вдоль гаражей. Рядом с проезжей частью, через грязь и лужи. А иногда жители коротают пути таким образом. Люди выяснили, что местные власти признали лестницу аварийной. В начале сентября новый собственник здания был вынужден засыпать объект. Так как оказалось, что лестницы еще и нет в плане, и она незаконна. Нести ответственность за жизнь и здоровье людей бизнесмен не захотел. Жители тем временем подписали петицию с просьбой вернуть лестницу. Мы пошли с этим заявлением в администрацию на прием к главе города. Вот он там собрал свою команду в ЖКХ, там, в СССР. Мы все рассказали, обсказали. Но он сказал, что будем решать, вроде поможем. В итоге нам сказали, ответ прислали, что ищем альтернативный маршрут. А пока жители густонаселенного района начали уже открывать для себя новые пути обхода. Так, кто-то из местных недавно выломал часть школьного забора, который установили всего лишь год назад. Самое главное, говорят местные, даже не то, что теперь приходится делать круги. Людей беспокоит безопасность. Дело не только в пролетающих мимо машинах. Зимой, по словам жителей, все это превратится в каток. И тогда единственное место, куда приведет эта дорога – травмпункт. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком.